Термой называется Lighting Frame 3 года спустя. Хотел бы отобразить, как развивается фрагворк, что изменилось, что появилось, как было раньше. И все-таки, наверное, да, немножко убедить, что не все так страшно и не надо прямо так бояться его. И всем рекомендовать, что не стоит Lighting и складывать. Итак, давайте начнем. Меня зовут Женя, да, кто еще не знает, я работаю для технических эффектов. И поговорим про Lighting. Значит, тема приблизительно, список тем в моем докладе, видно на экране. То есть поговорим про историю, как он родился, как развивался, какие появились компоненты, которые мы уже можем использовать. Потому что раньше, как бы, основной, можно сказать, порог входа был такой, что visual force уже все есть, все готово, нужно использовать. В Lighting ничего нету, ничего не работает. И все должно делаться по-моему. Lighting Data Service, Locker Service. Много вопросов было, много шумики по этому поводу. И закончим доклад какими-то советами, как писать немножко специфичный JavaScript для Lighting и какие есть типы для разработки и для дебага наших компонентов. Вот, значит, Lighting анонсирован был, ну, Framework в 2015 году на Dreamforce, но, как обычно, Salesforce любит это делать в последнее время. То есть они анонсируют, показывают картинки, ничего не работает, блин, если когда в реальности какой-то это работает. Интернатива был Dreamforce в 2015 году, основан на Aura Framework, который они как бы позиционируют как open source. Да, он пользуется на GitHub, там постоянно есть коммиты, в основном это, мне кажется, в 90-10% это сотрудники Salesforce, но это больше как бы как. То есть там нет никакой профессионности, никаких релизов не создается, никаких, можно сказать, pull requests, там, 5 или 10 pull requests за 8 лет. Вот, и нет, я даже не помню, что по акцентам это был бы не актер. Вот, но на самом деле Aura Framework как бы по истории на GitHub, видно, что идет работа с 2012 года. Вот, и как бы Lightning основывается на Aura, но это не полностью копия этого фреймворка, это как бы какой-то сабсет. То есть что-то, ну, как Salesforce заявляет, большая часть это Aura Framework плюс свои специфические доработки для стать Lightning. Основные фишки, которые заявляли Salesforce, почему Lightning круто и как это будет всем удобно и полезно, это то, что во фрейворке будет сразу набор готовых компонентов, которые мы можем использовать, и нам не нужно придумывать все время свои компоненты, реализовывать свою логику. То есть у нас будет готовый набор этих компонентов, которые нам достаточно будет добавлять в страницу. Прямо там visual designer накидали, получили страницу, получили приложение. Эти все компоненты, которые предоставляет Framework, они оптимизированы на производительность. То есть нам как бы тоже, как разработчикам, в теории не стоило бы сильно задуматься о перформансе, потому что, как бы, за нас, для разработчики Framework должны были попасть от удовольствия. Это event-driven архитектура, да, то есть у нас компоненты, как бы, живут самостоятельной жизнью, их могут разрабатывать параллельно разные. Команды общаются через элементы, все классно, быстро разрабатываем, в теории все звучит в углу. Ну и последний, как бы, benefit, который sales class заявлял, это то, что Framework будет заботиться о кросс-браузерной совместимости, то есть нам не нужно будет заморачиваться, как нам VE поддерживает, как нам там Firefox, Chrome, мобильный девайс и так далее. Вот, ну, они в итоге в 2015 мы его анонсировали, выглядело приблизительно вот так. Мне, если честно, напоминает Windows Vista. И, ну, вроде бы я даже читал, что в интернете сразу были такие сравнения, то есть завелизили, как и Windows Vista, типа красивый UI, но никто не пользуется, потому что невозможно. Это, я рассказываю историю, как он развивался. То есть первый релиз, то, что было анонсировано в конце 2015, начале 2016, это, ну, можно сказать, была жесть. Вот, то есть не было никаких компонентов, в которых они заявляли, что... Как говорится? Будут. То есть было 10 компонентов стандартных. Это как объявить самый наш кастомный компонент, объявить нашу application, AuraI, Federation и так далее. Первые версии были очень нестабильными. Очень плохая производительность. Не было, естественно, поддержки никакими ИБЕшками, кроме девелопер-консольма, но девелопер-консольма не называют. Вот. И постоянно происходили изменения. Framework активно, ну, уже тогда развивался, и сейчас он, конечно, тоже активно развивается. Но обычно Salesforce много внимания уделяет обратной совместимости. Но с Lightning такого не было. С каждым новым релизом могло отломаться, поломаться, поменяться. И как бы, естественно, ничего не тянуло. Ну, естественно, документация была очень-очень скульная. Поэтому все, кто разрабатывал какие-то компоненты приложения с использованием Lightning Framework в 2006 году, 2015, 2016, 2016, все разрабатывали полностью свои кастомные компоненты. В итоге каждый изобретал свой госпитет. Появились, конечно, в тот момент библиотеки. Тоже open-source, фронт немножко слышен о DGS, потом сейчас именовались в Stripe. Вот. Но все это было кастомное. Это не от самого Salesforce. И все это делали самому. Так как документация была довольно студная, либо против ничего иногда, обычно от процесса разработки происходило, что, ну, по моему опыту, мы что-то пытаемся сделать, смотрим, как оно работает. Получаем ошибку, пытаемся исправить, пытаемся догадаться, почему эта ошибка падает. Переделываем. Делаем что-то новое. Опять получаем ошибку. И так вот, могла итерация повторяться раз в то, я не знаю, почему это много. Но, в итоге, конечно, мы почему-то тоже не хотели к каким-то решению. И поэтому, наоборот, наоборот. Но, тем не менее, уже с 2016 года Salesforce активно начал подвигать Lightning, Lightning Experience, Lightning Framework. И уже тогда можно было заметить, что все новые фишки, особенно которые для UI, для конечных пользователей, они появлялись для Lightning Experience. То есть в 2016 год можно, в 2016 до сих пор все еще, идет как бы такой транзишн все фиши, которые были в классике, перевести в Lightning. И сейчас вот уже точно не для юзера интерфейса, уже для конечных пользователей никаких новых фишек классики не появляется. Да, происходит обновление платформы, обновление всяких платформы Vansby, Object и так далее, что как бы доступно сразу и в классике, и в Lightning. Вот. Но все, что для конечного пользователя, только Lightning Experience, только Lightning. 2017 год. Значит, фирморк продолжает активно развиваться. И, наверное, самым знаковым событием в 2016 году это было заявление от Salesforce, что они внедряют такую фишку, как Locker Service, который, опять же, в начальных версиях просто ломал все приложения. Ну, не все, но, можно сказать, 80%. Вот. Опять же, потому что они придумали, вот это я уже говорил позже, но они придумали свои овертки, которые не были совместимы для всех фишкейсов, которые уже придумали конечные кастендеры и разрабатывали свои приложения. Но как бы это уже доведено до ума, это уже в лайве, и сейчас с этим все живут, и все пережили, и, как бы, достаканивать. Скажем так. Следующий ключевой момент, который я хотел бы отметить, который произошел в прошлом году. Salesforce очень много работал над перфомансом. Если в начале перфоманс, вот самого даже Lightning Experience была очень слабенькая, то сейчас уже, можно сказать, она умеренная. Оно не так, конечно, летает, как Classic. Они старались сделать меньше кликов, но получилось больше кликов. Но, в принципе, выглядит уже современно, и этим можно пользоваться, а не ждать бесконечные спиннеры, когда оно все прогрузится, и нужно будет наконец-то что-то делать. Следующий пункт — это появление base components. Это тоже от них будет дальше подробнее, но, как бы, это те самые компоненты, которые были очень давно в Visualforce. Data table, output field, output panel и так далее и тому подобное. появилась возможность самим контролировать поведение, можно сказать так, экшена, взаимодействие между клиентом и сервером. Вот. Это можно... появилась возможность сделать запросы с клиентом grounded, то есть, чтобы наш основной поток не замирал пока что делать up-grounding, просто тянуть вытянут в CU сервере. Также формулакшн это когда мы сделали запросы и сохранили ее в хэше, и нам не надо постоянно делать запросы, чтобы обновить эти данные на клиенте. И последний пункт — в Lightning Design System в стиле Lightning для стандартных или стандартных для гастомных Visualforce страниц. Вот. То есть, все стандартные теги, сейчас появилась возможность стандартные теги в Visualforce сделать в стилях Lightning Experience просто прописав дизайна три уплотства у Visualforce страниц. Как она работает в этом вебинаре не будем, но какая возможность есть и для простых страничек в принципе аноксов. Вот. Ну, основной момент, на котором хотел бы обратить внимание, вот то, что 2015-2018 год фреймбок очень активно развивается произошло очень много от того, что была очень нестабильная и слабая до хорошей стабильности и умеренной производительности проявления набора компонент и напомыслных плюшек. Поэтому Lightning Base Components что это такое? значит это компоненты, из которых мы можем как бы конструировать свои констумные компоненты и они реально то есть такие базовые это как input field, checkbox, radio button, какая-то панелька, иконка и так далее и тому подобное пару лет назад они начинали от 10, 20, 40, сейчас их уже больше 100 и все все компоненты, которые есть в Lightning Design System если мы зайдем на Lightning Design System то мы видим CSS ну HTML в стиле CSS как реализовывать все компоненты и Lightning Design System тоже развивается но большинство из них есть как стандартные компоненты Lightning которые уже можно сейчас использовать и не нужно писать самому все эти компоненты чтобы отобразить SVG нужно свою компоненту чтобы отобразить этот чекбокс со стилем Lightning Design System нужно свой компонент писать потому что тот который был он просто генерит другой HTML который очень сложно преобразовать в стиле вот и идея Lightning Creative Components это то, что мы из маленьких этих блоков делаем более крупный компонент и Salesforce называется Data Experience Components вы можете все видеть все которые сейчас доступны это Lightning Hat Гилдере там у нас есть список дата компонентов которые можно перетягивать и создавать свои страницы ну и опять же мы можем создать какую-то свою компоненту и бросать на нее базовые компоненты и сделать бейс компонент те основные плюсы бейс компонентов первое наверное это то, что они выглядят так же в стиле Lightning Design System это его обновляет на оргах тоже у нас определенный плюс с релизами это релиз Lightning Design System это на оргах не последний релиз который есть на сайте поэтому если мы когда зарабатываем сколько особенных компонентов берем последние стили и если мы не подключаем на сайте ресурсы с этими стилями то он может немножко отличаться но если мы используем Lightning Base Component то Salesforce это гарантирует что этот компонент например кнопка она будет выглядеть везде одинаково во всех частях Salesforce поэтому если мы разрабатываем какую-то доработку для стандартного UI это очень удобно да опять же не нужно уже самим это все придумывать берем готовое прописываем атрибуты лейбл action все одно все готово никакого возраста не нужно прийти по обработке этих событий нам ничего делать не надо ну и опять же мы можем из Base Component сделать что-то более серьезное какой-то wizard может быть есть что-то еще какое-нибудь просто мы создаем свой основной компонент натаскиваем его туда и получаем нужный номер вот ну и конечно же есть минусы не минусы скажем так а ограничения у Base Componentов и ну да начнем с первого то что они как бы разрабатываются не нами соответственно у нас нету влиять на реализацию этого компонента то есть это готовое что-то Blackbox мы можем его использовать но мы не можем его поправиться если мы это сделать для нашего конкретного случая они non-extensible то есть мы не можем наследоваться от этого компонента расширить его как-то если в нем не хватает какого-то атрибута или не хватает какого-то action то как бы добавить в него вовнутрь мы это не можем ну стили опять же стили только будут работать в Lightning Experience Salesforce One или в приложениях в кастомных приложениях которые ну в которых подключены стили если стили нету то будут отображаться просто как есть и значит ну да я уже говорил про атрибуты и action но на самом деле есть trick как как это обойти вот мы можем base компоненты дарнуть в какой-нибудь div или span в зависимости от верстки и хендить все action на upper-level компоненте html и и захемлить недостающие ивенты с атрибутами этого не пойдет далее Lightning Data Service тоже новая достаточно фишка которой раньше не хватало в Lightning вот по сути это очень похоже на стандартный контроллер в Visualforce то есть все наверное знают что в Visualforce можно написать стандарт контроллер аккаунт и не писать никаких экстеншенов или своих кастомных контроллеров и прямо на странице вывести какую-то информацию из аккаунта какой-то таблист написанная информация регально как-то подобное соответственно это сделали то же самое в Lightning мы можем добавить компоненты которые называют force record data который подтянет данные о нашем рекорде который нам навык и нам не нужно будет писать backend север ставить логику у нас никаких соплов никаких апексов основной момент я считаю что очень важный в Lightning по умолчанию если мы пишем свой кастомный контроллер то мы сами должны заботиться о футбол секьюрити о шарингах и т.д. 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 И два еще важных пункта при использовании Lightning Data Service все результаты которые протягиваются они кэшируются на стороне клиента если у нас есть несколько два, три, пять кастомных компонентов которые как бы отбирают информацию из одной и той же записи то у нас не будет постоянно ну каждый каждый кастомный компонент не будет делать серверсайт полу и вытягивать свою копию этих данных это все будет одна и та же запись между всеми пятью нашими компонентами и если один компонент делает какие-то изменения в этой записи меняется поле или что-то еще то все остальные пять четыре компонента получат эти обновления автоматически и и опять же без серверсайда типа вот то что то что очень влияет на перфоманс в институте так это тоже стандартный тег который просто пишется в разметке лайнинга указывается там айдишка главное передать ему айдишку записи которую мы хотим вывести они там сами определяют тип этого объекта делать эти запросы указываем филды тип операции которые мы предполагаем делать когда все круг и как бы все потом мы можем обращаться да название конечно странно в терминфилд указывается атрибут записи куда будет поля естественно дата сервисов можно добавить несколько на одну компонент то есть нам нужно будет несколько разных записей отобразить в одном компоненте но единственный минус как бы не единственный а еще один минус в дата сервисе он поддерживает только отображение одной дате если нам надо вытянуть лист массив то как бы до свидания пока это не поддерживается пишите свой код пишите свой код это будущие прелизы но пока только если на самом деле посмотреть интерфейс Lightning Experience то есть у них все сделано так что там каких-то таблиц Lightning почти нету и не предвидится то есть это просто страница на которой какая-то форма с какими-то полями и эта форма относится к одной записи массы пока Lightning в интернете мало следующий пункт Locker сервис Locker сервис кто не знает это как бы в сути что-то они говорят что это очень похоже на E-Frame только без вот этих вот всех заморочек с UI которые в E-Frame не всегда возникает с sandbox такой который обеспечивает безопасность нашего Lightning компонента чтобы другие компоненты которые на этой же странице будут не могли менять способ-режимы не могли обращаться к каким-то атрибутам которые для них не предназначены вот и для Salesforce это как бы trust доверие очень важно и почему это было придумано потому что да раньше это JavaScript да HTML JavaScript Lightning это все и все рендерится на одной странице пока не было логер сервиса соответственно мы написали какую-то функцию она просто заинтересовалась в скриптовый файл и естественно могла иметь доступ ко всему дому и к другим компонентам потому что они какие-то данные запросили на этой же странице за рендеринг или еще что-то вот и раньше не было никаких этих проверок и то есть мы написали одну компоненту написали вторую которая берет удаляет первую и потом договорились почему моя первая компонент не работает когда мы добавляем две компоненты вот чтобы этого всего избежать этих секс-секьюрити проблем заинтересовались блокив сервис которые по сути все это ограничивает и обеспечивает секьюрити между компонентами да то есть если посмотреть эту диаграмму то без блокив сервис у нас все вместе все фрашивает никакого ограничения доступа к одному одному дому есть пожалуйста менять хотите с блокив сервисом так нельзя мы можем обращаться только к тем окей которые мы объявили в своем компоненте мы можем обращаться только к своим фидботам если нам надо общаться между компонентами то мы объявляем и объявляем и общаемся между компонентами с помощью элементов если нет то как бы ничего работать не будем вот это есть фрация про блокив сервис по поводу Java спекта влайн значит тут JavaScript развивается браузеры разбиваются JavaScript то есть 6 версии уже не меньше на 99,9% всеми браузерами всеми современными но Lightning фреймворк если мы включаем debug мод они как бы на сервер-сайт минимизируют весь код вот используем google-пложек компилятора и версия google-пложек компилятора которую они используют не поддерживают еще ES6 синтекс поддерживает JavaScript ECMAScript 2015 рекморк в общем ECMAScript 2015 не только промиссы из ECMAScript 6 версии можно использовать официально можно использовать в лайберге если вы не планируете проходить security review то в принципе можно использовать ES6 синтаксис если опять же вы не взаимодействуете внутри приборка в хелпере это вообще делается с если мы делаем какую-то асинфронную операцию тоже промисс и как бы это выпадает из цикла стандартного цикла лайфминга то это все нужно оборачивать в много когда может в принципе если мы все синхронные функции вот если boom оборачивает они в принципе будут работать но в какой-то момент оно может отзалиться и потом можно долго разбираться что же случилось и почему работает или не работает вот поэтому все сохранные надо оборачивать в и наверное на то что хотел бы уделить особое внимание это то что я очень рекомендую всем поставить линтер если вы пишите на Lightning т.е. чтобы ваш JavaScript код на локальной криешке валюдировался линтером вот если самый популярный линтер для JavaScript есть плагин который валидирует Lightning документ то есть он проверяет он обращаетесь к своим атрибутам или вы пытаетесь обратиться к атрибутам нести своего компонента обращаетесь к private API тоже у Lightning фреймворка есть глобальные объекты типа $a и раньше можно было использовать какие-то функции которые потом они дровки отберут и говорят что а у нас эта функция документация не было написано и ее нельзя использовать вот то есть линтер эти штуки проверят в самом начале и избавят вас от всех ну нет всех но от очень многих проблем связанные с тем что мы там забыли звиту поставили или видеть spark или определили переменную или что-то там родим ну и такой момент что когда мы делаем сет какого-нибудь атрибута если у нас на этот атрибут завязано отображение его на на UI то когда мы делаем сет любой ну контроллер то это как бы идет триггер для фреймворка чтобы обновить UI то есть все начинает перевендовываться соответственно у нас какая-то иерархия компонента вот завязана на один и тот же атрибут до всего начинает перевендовываться и последнее наверное что я хотел бы рассказать это советы да небольшие советы которые 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 за последнее время которые доводилось работать с лайбингом в первую очередь это кэширование а пусть раньше его было меньше и сейчас его очень много то есть кэш надо выключать сразу вот причем кэширование на сервер-сайде это не браузерное да если мы открываем дело про консольт то браузер нас не кэширует но кэширует Salesforce есть такой параметр secure session кэш в session settings его можно выключить если мы создаем там скач-орк работы с Davis можно прямо в инфигурационном файле написать атрибут и он ваш скач-орк создастся по умолчанию с выключенным этим кэшом опять же дебаг-код мы включаем чтобы не минимизировался код и можно было проще разобраться что происходит дальше использовать одинаковые имена в Lightning в JavaScript контроллере и BAPX контроллере потому что если мы так сделаем то вместо того чтобы вызвать ну то есть мы объявим на markup что мы вызываем метод как бы из JavaScript контроллера если у нас будет знаковое название root и BAPX контроллера то Lightning будет пытаться сразу с markup вызвать серверсайт и все свалится exception и ничего хорошего распространенный баг который с самого начала фреймворка который был с aura.if render.if и всеми которые сначала что-то могут показывать потом динамически это изменять отображение если это такое происходит и ну то есть если мы делаем вложенность этих элементов например aura.if внутри aura.if а еще раз внутри aura.if то эти вложенные aura.if нам нужно во что-то обвернуть типа спана вот если он ничего не рендерит он вставляет комментарии то если это два вложенности то вместо двух комментариев вставляется только один и потом фреймворк не можешь найти где же мы первые комментарии куда мне обратно зарендерить элементы все дальше вот exception если у нас exception происходит на center side то если мы их не будем отлагивать и обрабатывать то будет на UI обычно сообщение типа упс что-то вот поэтому стоит отлагать все exception на сайте если надо вывести какое-то сообщение то lightning framework обрабатывает нормально our exception ну и как бы основная идея компонент lightning компонент это именно моделлизация разработка маленьких кусочков которые можно собрать более крупных поэтому это не single page application в котором мы пишем этот компонент и сразу там все вся наша логика в одном компоненте в нашей странице вот если мы будем писать маленькие сышки то это будет намного проще дальше базить и работать и последний момент когда интересно то что иногда только появилась документация типы атрибутов которые мы пишем в lightning это не типы на суперсайзе вот потому что на самом деле когда как работает франкбор когда мы делаем save они в общем вся xml и так больше xml наверное сохраняется на сервер-сайт они сериализуют из компонент сначала в строку а потом из этой сериализового объекта где сериализуют в java объект а из java объекта они отправляют обратно обратно на клиента и из этого java-класса java-объекта рисуют какой-то UI поэтому если у нас объявлен атрибуты как object то это занимает фреймворк для сериализации очень много памяти времени и они это уже не рекомендуют рекомендуют использовать марки или с ради вот и да какие есть тузы то есть есть Salesforce lightning инспектор это плагин для хрома который можно включить просто открыть свою разработанную компоненту посмотреть и видеть какая компоненту сколько занимает по времени зарендериться и посмотреть в чем же самый большой задых есть также page optimizer он называется community page optimizer но в принципе он работает и для стандартных страниц которые тоже показывают где у вас проблемы с перфомансом security и вот и вот и все и и и